В Уфе, а это значит в рубрике у наших юго-западных соседей по глобусу, посредь бела дня на улице башкирского советского писателя Даута Юлтыя под стенами девятого дома приключился неравный бой между запорожцем Шанс и детским снегокатом с 10-летним мальчиком в седле. Но что отрадно, запорожец свое оптимистичное название оправдал и дал пацану Шанс еще пожить в мире семь. Фабула замеса банальна, а по нынешним зимним временам можно сказать, что и актуально. Десятилетний пацан сел на снегокат с очень хорошей скользливостью и поехал с горки прямо на дорогу. Такое, к сожалению, в декабре случается. Пацаны, которые катались на менее скользких бубликах, до дороги не доезжали. А снегокат докатился и выехал на трассу, и не раньше, не позже, а ровнехонько перед запорожцем Шанс или на языке оригинала Ченс. Ну, это что-то из цикла Судьба человека. Если бы парнишка стартовал на секунду раньше или на пару секунд попозже, то они разошлись бы с Шансом, как в поле муравьи. Не сказать, что на этой придворной трассе трафик ну капец какой плотный. Однако видно, что машины там бывают, и за Шансом ехал другой подорожник. В общем, вариантики имелись. Ну, а попал пацан именно под запор. Повезло, что он был на твердом снегокате, а не на бублике. В противном случае его запорожец затащил бы под днище и раздавил. А так он снегогат отплюнул, и пацана вместе с ним. Юный экстремал на радость родителям не погиб, но, конечно, травмировался в неравном бою и отъехал в лечебницу, начав зимние каникулы раньше срока. Гаишники, узнав об этой опасной горке, выписали предписание присыпать ее песком. Ну, собственно, так оно все и произошло. Кстати, у нас в горах с 1 декабря по 1 марта гаишники проводят профилактическую спецоперацию «Горка». Отыскивают такие опасные склоны, природные или же рукотворные, ведущие на проезжую часть, и ликвидируют их. А кроме того, проводят во дворах просветительские беседы, лектории. В общем, предупреждают и детей, и их родителей об опасности. По данным областной госавтоинспекции, на 8 декабря совместно с дорожниками было уничтожено 5 горок. Извиняйте, более свежей информации не имеется, но сейчас уже по-любому более десятка. И инспекторы призывают всех граждан к бдительности. Увидели опасную горку, звоните по 02. И это не душнильство, не стукачество, а реальная забота о подрастающем, ну и с нашей помощью обязательно подрастущем поколении. Редактор субтитров А.Семкин